МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Колпинского района. В студии Мария Легонькова и в ближайшие четверть часа я и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном жизни нашего района. Сегодня в выпуске. Те, кто не хочет заболеть гриппом, ждут в поликлиниках Колпинского района. В северной столице началась вакцинация населения. Будни прокуратуры. Какие вопросы стоят в районе наиболее острые и как их решают в надзорном ведомстве? Страсти на ринге. В Колпинском районе прошел юношеский турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Васина. Теперь об этих и других событиях подробнее. В северной столице похолодало. Однако не во всех петербургских квартирах батареи отреагировали на это резким потеплением. Проблемы отопительного сезона журналистами обсудил вице-губернатор Владимир Лавленцев. Отопительный сезон в Петербурге стартовал в ночь на 4 октября. Однако жители некоторых районов города до сих пор жалуются на перебои с теплом в квартирах. В Смольной уже поступило больше 10 тысяч обращений. Не стал исключением и Колпинский район. Однако Владимир Лавленцев заявил, что все дома уже к пятнице подключили к отоплению. Но без аварийной зимы чиновник пообещать горожанам не смог. Неполадок на трубопроводах будет не избежать. Количество дефектов в этот отопительный сезон снижено, скажем так, если брать по сравнению с тем годом, не будет. Потому что мы в том году тоже проводили повторные гидравлические испытания. Мы проводили для того, чтобы просто в случае низких температур мы те тонкие места уже, как бы предугадывая, отремонтировали в августе-сентябре. На все сбои в работе коммунальных служб петербуржцам предлагают жаловаться по телефонам специально созданных горячих линий. Они с октября заработали во всех 18 районах города. Жители Колпинского по вопросам отопления могут обращаться круглосуточно в ГУЖА по телефону 461-78-51. Также можно позвонить в жилищный комитет и на городской многоканальный телефон 004. Главная же проверка петербургских труб еще впереди. Синоптики обещают минусовую температуру только во второй половине октября. Хотите ярко и незабываемо провести время? завести много новых друзей? Значит, вы можете смело отправляться на общегородскую субботню, которая состоится в предстоящую субботу, 18 октября. Дорогие колпинцы, в Колпинском районе есть очень хорошая традиция. Весной и осенью все вместе приводить наш район в порядок. С каждым годом он становится все красивее и комфортнее. Большая заслуга в этом принадлежит нашим жителям, управляющим заботу и неравнодушие к его облику. Приглашаю всех жителей принять участие в дне благоустройства, в генеральной уборке нашего района. Уже в эту субботу, 18 октября, в парках и скверах будут трудиться представители всех поколений и профессий. Школьники и студенты, работники учреждений, предприятий, организаций. Вместе мы сделаем наш район еще чище и красивее. Желаю всем отличного настроения и хорошей погоды. Депутаты Петербургского парламента одобрили в третьем чтении законопроект, согласно которому все законы и нормативные документы ЗАГСа и губернатора должны быть опубликованы на официальном сайте правовой информации. Также закон сокращает сроки для официальной публикации с 15 до 10 дней. Главное, не нужно будет блуждать по просторам интернета. Можно будет найти все в один клик. Будни прокуратуры. Чаще всего граждане обращаются в надзорные органы нашего района по одним и тем же вопросам. Это и соблюдение законодательства в жилищно-коммунальной сфере, и соблюдение трудовых прав граждан и другие. Но вот какие вопросы стоят наиболее острые и как их решают, рассказал новый прокурор Колпинского района Роман Черков. В последнее время жители нашего района обеспокоены большим наплывом нелегальных мигрантов. На что в надзорном ведомстве говорят, в борьбу с приезжими должны вступить и сами колпинцы. Но не буквально, а например, предоставлять информацию правоохранителям о местах обитания гостей из южных республик. Ведь они могут жить прямо за стенкой в соседней квартире. Сообщать о таких нежеланных соседях следует прокуратуру или отдел УФМС. Специалисты примут все необходимые меры. Организуются проверки совместно с прокуратурой и УФМС. В результате эти лица задерживаются и привлекаются к административной ответственности. Принимают, также направляются материалы в суд о удворении данных лиц за пределы Российской Федерации. Также стоит обращать внимание на заброшенные дома. Чаще всего их обитателями становятся бомжи или незаконные мигранты. Так что если вы увидите, что законсервированные здания не пустует, сообщите об этом сотрудникам надзорного органа. Информацию можно предоставить в письменной форме, написав заявление или устно по телефону анонимно. Как правило, обращение о незаконной миграции, связанной с нахождением нелегальных мигрантов на территории района, отрабатывается в самые кратчайшие сроки. Так как это мигранты по своей сути, и они могут переменить место жительства. Одним словом, борьба с нелегальными мигрантами идет, а это уже хорошо. В рейды выходят сотрудники прокуратуры, отделы УФМС, полиции и администрации Колпинского района. Причем регулярно. Алексей Горохов, Дарья Морозова и Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. Ну а те, кто не хочет заболеть гриппом, ждут в поликлиниках Колпинского района. В северной столице уже началась вакцинация населения. В этом году атаку вируса медики ожидают в конце декабря. И чтобы гриппом переболело как можно меньше петербургцев, врачам необходимо привить хотя бы 25% населения. К слову, тяжелее всего опасную инфекцию переносят дети. Поэтому врачи детской городской поликлиники номер 51 приглашают на вакцинацию всех маленьких колпинцев. Иммунизацию проводят как в поликлиниках, так и в школах и детских садах района. В образовательные заведения вакцину доставляют специально, чтобы ребенок, не отрываясь от занятий, мог пройти столь важную для здоровья процедуру. Мы планируем привить более 5000 детей. На сегодняшний день мы уже привили более 1000 детей. То есть план мы свой выполняем. У нас имеются вакцины российского производства. Вакцины все, как правило, переносятся удовлетворительно детьми. Очень мало осложнений после прививки. Перед каждой вакцинацией каждого ребенка обязательно осматривает детский доктор, дает допуск для вакцинации. Отечественная вакцина нового поколения Гриппол Плюс, которую в этом году используют медики, надежна и безопасна. Ею прививают даже 6-месячных детей. Осложнения после нее возникают крайне редко. При желании в поликлинике можно сделать прививку и импортные вакцины. Однако в этом случае надо учитывать, что иностранный разработчик ориентировался на вирус, распространенный именно в его широтах. В России эта вакцина может оказаться неэффективной. Но на производство какой страны не пал бы выбор пациента, прививку делать необходимо, уверены врачи. Вакцина вызывает у ребенка формирование устойчивого иммунитета, выработку защитных антител. И в течение года прививка против гриппа защищает ребенка от простудных заболеваний. Если даже ребенок заболеет, тот перенесет ее более легко. Прививку против опасного заболевания необходимо делать ежегодно, говорят медики, так как вирус мутирует и вакцины меняются вместе с ним. Они становятся более сильными. Бесплатно получить годовой иммунитет от гриппа могут дошкольники, школьники, студенты, а также учителя, врачи, воспитатели и люди старше 60 лет. Дарья Черденцева, Дарья Морозова, Руслан Бичурин. Новости Колпинского района. А если вам в поликлинике или больнице нахамил врач или медицинская сестра, а может и вовсе доктора недобросовестно выполняют свои профессиональные обязанности? Пожаловаться на качество обслуживания в медицинских учреждениях Колпинского района можно в отделе здравоохранения администрации. Там продолжает работу горячая линия. Телефон для связи 573-92-67. Звонки жители принимают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, а в пятницу с 9 до 17. Также можно обратиться непосредственно на горячую линию медицинских учреждений. Их список сейчас на ваших экранах. Лучший боксер России в Колпинской перчатке. В спортивном зале подросткового молодежного клуба состоялся ежегодный юношеский турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Васина. Затем, как проходят финальные бои, наблюдала наша съемочная группа. Николай Монетов боксом занимается 5 лет. Выбор на этот вид спорта пал не случайно. Во-первых, бокс – самый популярный вид бойцовских единоборств мира. Во-вторых, благодаря тренировкам можно получить навыки самообороны, а также побороть внутреннюю неуверенность и страхи. Но Николай продолжает еще и семейную традицию. В свое время отец и брат Коли занимались в клубе «Колпинская перчатка». В Петербурге раньше был самый сильный бокс ленинградский, но мы продолжаем развиваем его дальше. Ну и как бы петербургский характер. У нас самые такие храбрые боксеры. Турнир, который длился несколько дней, собрал более 200 спортсменов из разных городов России. Для молодых мальчишек эти соревнования – первая и важная ступень в большой спорт. Ну а для колпинцев – хорошая возможность понаблюдать за интригующими боями. Кстати, раньше в состязаниях принимали участие лишь спортсмены детско-юношеских школ и клубов Петербурга, а также Ленинградской области. Но когда, 7 лет назад, тут установили новый ринг, соревнования по боксу вышли на новый уровень. Это достаточно кропотливый, сложный процесс. Очень тяжело подготовить. Слава Богу, что нам администрация района помогает в этом, выделяет средства. Турнир памяти заслуженного тренера России Виктора Алексеевича Васина тут проводят в 12-й раз. Виктор Алексеевич, вспоминая спортсмены, воспитал не одно поколение чемпионов-колпинцев. И скоро ребята начнут готовиться к следующему состязанию в память бойцов Ижорского батальона. В этом же финальном бою лавры победителя достались Николаю Монетову. Он завоевал золотую медаль и кубок. Одним словом, петербургские боксеры не сдаются. Ксения Анастасова, Анна Алюнина, Данила Суляев. Новости Кулпинского района. Сегодня Россия, да и весь культурный мир отмечает знаменательное событие. 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтва. А помнят ли петербуржцы хоть какие-нибудь строки из произведений великого поэта? Юлия Чеснокова узнавала. К сожалению, нет. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в краю далеком, что ищет он в краю родном. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Нет. Нет. Прям так честно, искренне? Честно. В школе 10 лет мы учили все. Ой, не помню. Не помню. Сальки. Какое вот женщина, спасибо. Вспомнили? Кормленный Лоле. Морел молодой. Из-за серии, по-моему. А где бы две строки, чтобы ритм не было? Ночевала тучка золотая, на груди утеса великана. Утром в Путин нам мчалась рано. Да, конечно, откуда я знаю? Я даже ни одного не помню, представляешь? Что он написал, что он написал? Не знаю. Я московский азарной гуляк во всему Тверскому. Есенин. А, Есенин Лермонтов, боже мой. Сырье. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе, орел молодой и так далее. Честно говоря, что-то как-то не помню. Даже ни одного стихотворения. Как-то они в голове закрутились. Не сможем. Мои гости города. Как это влияет на знание Лермонтова? Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе, орел молодой, мой верный товарищ, махая крылом, кровавую... На-на, что-то там-то там. Под окном. Все, спасибо. Спасибо, отлично. И у меня на этом все. Если у вас есть интересная тема для сюжета, звоните нам в редакцию по телефону 644-0613. И напоминаем, повтор любого выпуска новостей вы можете посмотреть на сайте. Его адрес сейчас на вашем экране. В студии была Мария Легонькова. Всем доброго. Берегите себя и своих близких.